Доброе утро, брат! Доброе утро! Тут у меня сразу заело, только тронуло, сразу зависло и не могу ничего стронуть. У меня что-то маленькое капризниче. Ну что, пылесосим сюда, подготавливаем. Атлета никакого нет, только на Бога надеемся. Порядок такой, думаю, если Господь благословит завтра, мы выезжаем. Ну, желательно бы пораньше приехать. Ну и сразу дайте наши паспорта назад, уже о визе не говорим. Что они скажут? Главное теперь нам, чтобы они разошлись, мы в пути. Ну а на предохранение, тут я племянника как сторожа ставлю, чтобы каждый день узнавал, у него есть идея с почтой, самая срочная. Придется кое-что потерять. И в средствах, и... В пути вы никак не разойдетесь. Если даже документы, если даже разойдетесь, то ваши вышлют документы. Это, как говорится, не проблема. Если мы придем, а у них нету, а теперь мы узнали, какая причина, сказали. Ни один год столько вроде не было в Англии, сколько сейчас завал у них. И они сами написали у себя на сайте, что... Где надо было три недели, может быть, полтора месяца задержка. Завал. Я сам видел. Там завал, потому что Украина едет много, с Украины едет в Англию. Ну вот, видишь. Поэтому мы попали как раз в столпотворение-то это. Ну нам-то надо выдраться из этого. А если я приду в посольство, я уже там просчитал у них. Я требую паспорта, берите мне паспорта. То есть у некоторых людей, ну они назначили на какое время-то. Отпуск, а отпуск-то уже кончается. А теперь еще визу открывать, когда отпуск кончается-то. Я не один такой. Но у меня больше за этим стоит. У меня виза открыта, другая пропадает. Выхода нет. И они тогда уже придумали дальше, что... То есть деньги, само собой, пропали. Но ты больше не обращайся. К нам не имеешь права больше обращаться, раз паспорт забираешь. Я был их потенциальным клиентом. Может, у них за этим тоже что-то кроется? Ну, я и не настаиваю. Правила-то их... Они, говорят, музыку заказывают. А плясать-то нам приходится. Только надо молиться, и Господь силен что-то сделать. Я вот с этой переписываюсь. Она в Донецке. В самом городе Донецке, где вся эта война-то. Башкова. Или она? Я с ней тоже переписываюсь. Так она мне-то еще написала. Сегодня я вам сейчас прям скину маленько, погодя. Это человек, видно, что знает, о чем говорит. Смотри, я считаю, что она говорит. Игнатий Тихонович. Большое спасибо вам за ролик с Сергеем. Не препятствуйте им приходить ко мне. Это мы с вами где беседуем. Вы переделали на две экрана там. Спасибо за ваши молитвы о нас, грешных и немощных, украинских, русских. Я их так назвал, говорю, вы немощные там. Я всегда знал, что Царствие Божие уже здесь. Оно внутри нас, а не тысячелетнее. Будет где-то. Однажды я училась в одном богословском институте. Какая она грамотная-то. И после года на вопрос о тысячелетнем Царстве написала свое видение по Библии, что оно, Царство, уже здесь. После распятия Господа. Оно внутри нас есть. Христос сказал, Царство Божие, внутри вас. Меня сразу исключили, за что им благодарна. Сектанты ее. Вот их вся любовь. Спасибо за молитвы, которыми вы учили. Буду ими молиться. Пришла из сектантов нынче. Она все слушается. А по поводу поездки я не согласна. Когда кто-то сказал о том, что это как бы проделки сатаны. Возможно, Господь вас от чего-то перераселегает. Он же отвел вас от поездки через Украину. Тем более, что мы молимся. Да будет воля его твоя. Исайя 55,8. Кавычки. Мои мысли не ваши мысли. Ваши пути пути мои, говорит Господь. Кавычки закрыты. Сами знаете, мы часто раскладываем все по полочкам. Нам кажется, что все правильно. Иначе быть не должно. Я тоже молюсь о вас. И мое видение. Двоеточие. Или Господь испытывает вашу веру в очередной раз. Как бы государственный экзамен всех нас. И даст большее. Или поведет другой дорогой и дарует лучшее. Аминь. Представь себе, женщина. Какой светлый разум у нее. Да. Она говорит, мой сын на поле работает сегодня. Помолите, чтобы вернулся с поля. Там где-то не беды-то какой не было. Ну, дочку сегодня я не пустила на занятия. Она где-то в университете что ли вышится. И все, молитва, молитва. Истектантом пришла. Я ей сразу сказал, у тебя... Тебе только одно надо. Церковь и присчастье. Церковь быть, идти на исповедь-то. И она сразу сказала, что там неладно где. Я говорю, ну, соседняя где пойди, избери духовника там на месте-то. Поддержать ее надо, меня не будет. Вот так. Инатихич, вот вопрос такой есть как раз по поводу Царский Борин. А можно я вот через пять минут сейчас передвоню? Вот у меня глаза сильно щипят. Сейчас я маску попрошу, чтобы вытерло. Глаза щипят. Да. Ну, давай, попроси. Сейчас я прям буквально через три-пять минут перезвоню. Ну, а подожди пока. Ты закрой глаза-то, поговорю. Мне... Я сейчас тоже ухожу. А у меня щипят сильно, я не могу даже говорить, не могу. Боль очень сильная. Наша мама говорила, когда боль, говорит, через боль болезнь выходит. Ну, давай. Здорово, человек пытается сразу вытереть, а я не могу вытереть. Ну, я не могу, я вижу так. Я думаю, что просто так. У меня тоже щипят, но я думаю, может, проедает наоборот хорошо. А то я сейчас убегаю на улицу, там меня надо. Нет, скажи самое главное-то, а потом отдельно встретимся. Я это... Что они... Как же они понимают, сектанты, что Царствие Божие внутри вас есть? А что они говорят? Они говорят это само собой. А тысячелетние это на земле. Сначала праведники воскреснут, тысячелетние тут какая-то история на земле будет идти. А они на небе. А потом там выйдет сатана, и что-то там будет, но Церковь страдать не будет. Это самое страшное обольщение. Церковь никогда так не учила. Я говорю, ради избранных дни те сократятся. А что сокращать, когда они на небе будут-то? Они... Баптисты в этом деле совершенно неразумны. Зачем я спасен. Как сказал, я спасен, и больше ничего не надо. Вот в этом погибель. Как сейчас Бог-любовь, Бог-любовь. Это уже все обольщенный человек. Ты не забываешь, что Бог-любовь, но любовь в Его понимании Божьем. Ты еще огородишь-то. Кто потоп-то сделал-то? Бог. Иоанн Златоуст говорит, это по любви. А в чем любовь? Легкая смерть. И прекратилось зло. Ты научись мыслить-то категориями священного описания. А то сегодня люби ближнего, как самого себя. Ну и ты выполняешь это. Ты первое не узнал, как самого себя любить-то. Спишь сколько хочешь, гроб корытом. Ты что делаешь-то? Ты маленько начни над собой трудиться-то, я говорю. Люби ближнего, как самого себя. Ты сам себя не любишь-то, и ближнего так. Старики-то, внуки-то, внуков дают, они только портят. Ешь больше, спи дольше, все. Это главное у них Евангелие. Их стариков, как говорится, ликвидировать надо сразу, как внук родился. Ну, имею в виду, что отстранять. Они порчу наводят на детей. И на нем внуки-то растут, а потом бабку берут и трепят. Получку отдай, аван, пенсию. Больше ему надо. Ты научи ей вставать рано. Подними на молитву ночью. Златоуст говорит, если не сегодня, то когда? Вот как надо рассуждать-то. А сектанты, они это не понимают. Это хелиазм. Это обощение. Церковь отвергла это учение. Тысячелетнее царство началось на Голгофе. Очень просто рассуждение. Это простые. Писание говорит, как может кто расхитить вещи сильно, а что прежде не свяжет? Да, Христос расхитил. Да. А 1 Иоанна 3,8. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Точка. Я говорю, так, Христос выполнил свою миссию? Ну да. Ну, значит, он разрушил его дела. Для этого он явился. А если не разрушил, то не Христос был тогда. По боку все. Будем ждать нового вместе с евреями. Тут маленько-то. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Все. Адам к евреям 2,14. Дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Где он его лишил? Ну, как лишил? Ну, связал в том месте, раз расхитил. А когда? Ну, не знаем когда. Ну, написано, когда связал и наступило тысячелетие. Связал на тысячу лет. Эти события связаны. А когда связал на тысячелетие царства? А что это? Это время евангельской проповеди. И тогда ни одного места Писания не противоречит. Они не могут свести никак. Я говорю, было у одного баптиста хорошее отношение. Гузи, Иван, в городе Искитиме. Так он, чтобы выразить эти пришествия Христа, третье, четвертое, пятое, он у тещи, видимо, простынь выпросил. И на ней все это нарисовал. Кругами, все эти шрастры. Мы залезли на эту простынь-то, посидели. А я вам просто додаю. Он и про простынь забыл. Ничего не сходится. Оставьте расти до жатвы. И во время жатвы, а жатва кончина века. Кончина века. Ну, век-то ты знаешь, что такое? Кончилось. И соберутся перед ним все народы. И тогда делят козлов. И тогда бросят в пещу огненную сначала плевел, а выпшеницу на тысячу лет. Ну, совершенно нет. Глаза вылупят, сидят. Они никакие. Они не просвещенные. Они не имеют благодати и духа святого натолкования. Почему? За гордость, а не отвергли святых отцов. Это самый дохлый вопрос для баптистов. Вот на этом их Господь и ловит. Они могли бы отвергнуться? Не могут. А это почему? Господь дал нам трамплин, с которого мы можем их поднять. Я думаю, это от Бога так, что им мозги сатана сбекренилы. Этот вопрос абсолютно на сто процентов проигран ими в течение одного часа. Я с ними беседовал сотни раз в разных городах. Ни разу, нигде в конце никто даже глаз не поднимает. Да как же так? Такие опытные братья. Да там Карголь, да начинает Бахмелдер. Да кого собираете-то? Один адвентист, а другой щекист. Что ты собираешь-то? У них же учения все от отцов православия. Они же баптисты учатся у отцов ведь, да? В вопросе троицы. В вопросе троицы. А в толковании они самые измышленные. Вот это вот учение о тысячелетнем царстве. Тут вообще рассуждать не о чем. А как же тысячи? Она кончила. Слово тысячи означает множество. Откроет. Падут по тебе тысячи и десяти тысяч. Тысячи родов. Ну посмотри маленько-то. Они никакие. Нет у них. У них замкнут. То есть я спасен, и поэтому, а зачем мне спасен? Вот я не спасен. То есть я спасен в надежде, Павел говорит, в надежде. Многие потерпели кораблющение в вере. В вере. Они эти слова вообще не берут. Я уверовал, я на небе спасен, все. Ноги с облаков свесил. Ему ничего уже не надо. Зачем ему двигаться, изучать, трудиться, пост, молитву? А зачем это нужно? А Павел говорит как? Смиряю и порабощаю тело мое. Я обращаюсь к руководителю баптиста в Москве. Скажите, как вы порабощаете свое тело? А зачем его порабощать? Да как же, Павел говорит, я порабощаю. Он дает нам пример. Я смиряю и порабощаю. Порабощаю, то есть рабом его делаю. Душа хозяйка-то. Так мы же спасены. То есть они замкнутые. Они поврежденные. Секта, это всегда духовное повреждение в разуме. Не только в душе, это в разуме. А когда начинает маленькое у него просветление, и дальше свет высеет, как Геннадию Фасту. Все. Утром он уже православный. Вот смотри, это Башкова и Лена. Я один раз разъяснил, и все. Сейчас еще два сектанта на меня выходят. Вы нас не бросайте только. Мы уже начали сомневаться в спасении совсем. Ну что ты? Заходи на форум, на сайт. У православных же утверждений совершенно обратные. Православный человек себе до последнего дня считает не спасенным. Это тоже неправильно. Спасенный в надежде нужно говорить. Да, мы спасены. Мы избавлены в день, когда я вышел из крещения. Я бы умер тут. Я спасен наверняка. Но я двигаюсь. И поэтому цепляется все. Я во сне согрешил. Сам того не знаю. Или что-то еще там сказал. Брат, пошел, я не расслышал. У меня жена сказала. А я не расслышал. Да я не слышал. Ты подошла бы и сказал. Я не слышал. Ну как же я сказал? Сказала, мы погнали машину в другой конец. Позавчера. Сгоняли, ничего нету. Вернулись. Она теперь тому, там вас ждут. Ну я вернулся уже. Больше машину не можем трогать. Мы сразу занимаемся. Да как же так? Ты могла мне написать и показать. Вот куда ехать. А ты сказал, напротив того дома, где мы жили. Я подъехал туда. Всех соседей опросил. Прошли по домам. Нигде ничего нету. Нету никого. Мы наискосок, наискосок прошли. Нигде нету. Могли дать точный адрес? Ты не написал. А поэтому оставьте в покое. Мы занимаемся машиной теперь. А мы сначала разгрузили, все прикрыли. Тут буря идет, а мы поехали. Вот так. Надо до конца доводить и понять, что он расслышал. Расслышал. Я говорю, у меня опыт не два дня, а 51 год. А что Бог хочет сказать? Не знаю, но я прошу определенно воли Божьей. А может, ему не угодно нынче. Господь, может, завтра нас пошлет. Или послезавтра, но через Скандинавию. Не знаю ничего я. Что я могу знать-то? Я сижу дома. Собака у меня. Все сделано. Вчера приходит у нас врач, это Виктор Андреевич. Он больше ведет занятия, когда сидит-то. Яковлев. Принес два ящика. Я говорю, что ты делаешь? Ну, коробки. Сухофрукты. Он первый зашел, я все раз спрашиваю, скажи, ты хоть маленько-то слушаешься меня или нет? Выполнишь одну просьбу? А вы мою выполните. Я говорю, я первую сказал. Моя первая просьба. Я сижу за столом. Смотри, что нанести. Давай, садись с нами за стол. Ну, надо там всего помаленьку начать. Ну, теперь вы меня слушаете. Что? А у меня там на крыльце я кое-что принес. Он заходит, заносит две большие коробки. По полметра длины. И что это там сухофрукты? Да какие сухофрукты-то? Кедровые орешки обмолоченные. Кедровые. Вы ели когда-нибудь их? Я как только подумал, ящики-то посмотрел, думаю, ну, это я к Сергею повезу. Пусть она жует. Они витаминные. Легко перевариваются. У нас дорогие эти орешки. Дорого стоят. Ну, принес, поставил все. А с ним разговаривать бесполезно. Он все аптечку приготовляет, покупает. Ну, он не пройдет мимо, чтобы ни обнять, ни поцеловать. А как обратился, как пришел, он все это о себе говорит. Это можно в 15-м томе Яковлев зарядить. Яковлев. У него обращение удивительно было. А дальше детей крестил. А жена в отместку ему никакая была. Пошла к соробряцам в отместку. А ее корней там нет. Соробряцам и те, когда корни какие-то есть. Там отец, мать, бабка были. А у нее никого нету. Ну, и дочка вышла туда замуж. Вышла. И он какой? Да никакой, говорит. Какой он там? Ни на молитву нигде взять-то. Он хороший. Корольчатину не ест, журавля не кушает. Я как-то в беседы, мама приехала. Она у меня к старобряцам ездила в белокринитской иерархии. Через меня и пришла она туда, услышала, что нужно священство иметь. Вот приехала и батюшка исповедовала, причастилась. Я говорю, и как же он исповедовал? А спрашивал, не ела ли журавля? Не журавля, а журавля. Так ты поймай, я говорю, сначала журавля. А он тебя не спросил, не сбивала ли ты ротовой спутники. И не жевала ли шпала. Что он спрашивает-то? Он должен спрашивать по делу, где ты плывешь. Не ела ли журавля. Да я знаю, притом этого священника, он хороший. Поп Никола Думнов. Он приехал маму прищищать. А в это время дорога была опасная. Застыла, потом растаяла. И как покрыта тонкой пленкой. И сверху опять растаяла. И вот как маслом помазала. И нас как накрутила, вот так на дороге бросила в кювет. Ехали. А он приехал 150 км причастить ее только. Представь себе, какой хороший. Ну и беседовали. Отношения-то хорошие. В университете еще он там не знал, попал. И знает, я веду занятия, не зашел. Нельзя, отлучат. Отлучат. То есть, если священник вот расспрашивает вот такие слишком интимные вопросы, можно не отвечать на них, да? Ну почему? Вот анкету англичане дают с точки зрения вопроса-то. А там, yes, no, yes, no. Ну и спрашивает, сколько вы думаете потратить в Англии? А я пишу, no. Да как же так? Ты же думаешь там быть? Так я же в гостях. Но они это не поймут. Пиши по надобности. Да не буду писать. Еще надобности. У меня надобности никакой нет. С собой все есть. Я в гостях. Они мне не дают варить-то там. Они сами накормят-то. Да я всего пять дней-то. Я пять. Сколько будете ездить и там на транспорт? Я no. Что отвечать-то? Я no буду отвечать священник. Вот он начинает там искать там передний-задний проход. Да его ли это дело разбирать-то? Квал ли руку на грудь жене? Ну, ну куда же ее ложить-то больше? Из победы. Это монах писал. Он все, что воображал, у него нет жены. И он это все, это Амроси составил-то, Юрасов. Я знаю это происхождение. Это маленькая книжонка. Да он там такие, ой-ой-ой. Да, я это читал. Я считал. Это он учит. Это катехизис для блудников. И он у меня был несколько раз. Я говорю, что ты долго-то не был, три года не приезжал-то. А мне хватило этого на три года, что ты со мной беседовал. Он меня подвиг к изданию книг про сектантство, где сказала. Я ему когда шли дорогой, в одном месте много людей обратилось. Я говорю, там надо исповедовать, их причастить. Они бывшие катакомбные. Ну и он услышал, так он дорога. У него академия, он такой умница. Он остановился, немедленно издавать надо. Да нам преподавали, это схоластика одна. Все, засушенная. А ты, может, любое слово ваше пощупать, с тектантами-то. Я говорю, да ты иди, ищу, по его надели. Ну, правда, это меня подвигло написать. А я это не писал даже, мне некогда. И вот он исповедовал, когда усталый такой, все рассказывает, как они, когда было там в пещерах, и там до утра, по 300 человек. Я говорю, зачем ты это делаешь-то? Ты сначала узнай, надо ли им это. Я говорю, ты напоминаешь хозяйку в сельской местности. Взяла куриный помет в бочку, раскрутила его. А потом ждала, когда сядет. А сядет, и вспомнила. А потом опять, она никуда не делась, ты помет-то выброси с них. Подумал маленько. И вот они у меня были, когда отец Геннадий Фас, он, сидели у меня за столом. И рассказывали, кто как обратился. И это у меня пленка была такая. А теперь это на форуме все. Небо и земля. У него не было обращения? Не было. Но чудеса были. Он гоняется за чудесами. Какая бабка еще сказала, что я во сне видел. Он подробно все. У меня в четвертом томе. Почитай там. Я его вопросы разбираю. Главное, не обиделся он. Вот это хорошее качество. Он продолжает писать мне поздравительное. А батюшка наш поехал, а его дома нет. Так он зашел ему и в тумбочку эту книгу положил. С доставкой на дом в тумбочку. Ну так, в принципе, все у вас готово, да? Все готово. Нет только паспортов. Все. Абсолютно все. Ставка. Книги на месте. Здоровье хорошее. Собака с нами. Загрузка. Все. Еще не добрали. Дорога. Сейчас я добираю здесь. Потому что я подвел полный итог. И сегодня пришел к неутешительному выводу. Значит так. Я слух считаю. У меня есть подозрение, что меня обокрали. Обокрали у меня в сарае номер пятом. Лежали книги. И самые близкие здесь был 29-30 том. По всем признакам все. А я же его в несколько странах прятал. Может мест 5-10 у людей. То есть в одном месте пропадет, в другом останется. Нигде ни у кого нету. Все стащил вместе. Теперь на следующий год уже готовлюсь. Примерно. Ну примерно так. 220 экземпляров книг. Того и другого тома исчезло. А это большая сумма. Нету их нигде. Ни у кого. А они самые последние вышли из печати. 15-го тома нет. Тут объяснимо. Потому что там, как люди пришли, обратились. И они подробно свое-то нигде не встречали. И стали брать, чтобы родственникам отослать. И поэтому у меня 15-го тома нету практически. Если он есть, то только-только-только-только. Для вас и не забывай. Нет, может быть, еще найдется. Ну не знаю нигде. Ну красть, а кому нужно быть в единственном экземпляре, а не в том, кому он нужен? Я всех нашел. А это ближе всего к окну. Окошко только стеклянное. То есть у меня очень сильное подозрение уже в последнее время, что их просто украли. Украли, а они не знали, что там есть. Подряд брали. Главное, тот и другой. И они около самой двери. А остальные-то дальше были там. А они в последнее время по выпуску-то. А отдельно их никто не брал. Их берут отдельно те, которые знают. Это отдельно, допустим, второй том, как вести занятия противосектантские. Третий том, это как образовать общины. Четвертый, как работать с разными людьми. То есть это энциклопедии, самые настоящие. И поэтому у меня нет стихий за ними. Первый выпуск стихий их просто нету. Нету. Я оставил только-только таких, самые близкие. И симфония на житие святых. У меня их тоже нету, кончаются. Вот эти две книги. У меня над книгами специально поставлен руководитель. Она продает, там собирает, отсылает статья на месте. И я ей сказал Галину Николаевну Кудрявцеву. Эти книги без меня не трогать. Просто не прикасаться. Их мало. Мало это... Ну, бывает, и епископ спросил. Вот я по неволе должен ему комплект дать. И поэтому я маленькую заначку имею. Хотя бы по одной пащике. Это восемь штук. У меня в глазах прощипало, и резкость лучше стала. Ну, я тебя подержал маленько. А то я убегу. А если я оторвусь, то я убегу. Там Витя возится с машиной. Может, что-то подержать надо. Собаку надо прогулять. Я уже с ней вожусь. С ураганом-то. Ураган красавец. А то всех кошек разогнал по ограде-то. Он неусидчивый стал. Я всегда Сергей выговорил. Как же так-то? У меня уж таким он не был-то. А я медаль-то получил, приехал-то. Чемпионом России-то стал. Это ваша медаль. Я говорю, так я дорогу... Я всю дорогу с ним занимался. Я сам дрессировший. Так моя-то дрессировка, я говорю, когда я занимался в уголовном, если у меня это называется высшее образование собаки, то твоя, чемпион России. Ну, примерно, в втором-третьем классе начальной школы. Моя след брала в городе. Четыре часа давности. И она выводит, и под землей человека находит. Он там залез, где это... Ну, вот, разная там... Люк закрывается. И она лапами встала, и оттуда вывели его. А вы-то что тут занимаетесь? Сидеть, лежать, одну и ту же команду пятый раз. Ну, собака хорошая. Злобная, никого не укусила. И я выхожу тут, а он на улице. А я в сарай, в сарай, в сарай такой поднял. Я выезжал, это я. Тут хвостом вместе со спиной машет. Ему играть надо. Вчера потаскал я его, это, у меня он. Так сегодня едва встал. Позвоночник-то раскрутил меня. Он баловной такой. Инотихич, ну, с 27-го выезжайте. А когда в Туле-то в этом будете? В Москве? Ну, да, в Москве. Ну, трое суток, думаю. Трое суток, может быть, если задержки никакой не будет. Благополучно. Главное, трое суток. Ну, считай, во вторник выезжаем. Вторник мы едем. Ну, задержка у нас в Сибирске, значит, мы не сумеем проехать. Ну, считай, что три с половиной, а то и на четыре потянет. Ну, не больше. Если все благополучно. Ну, а там вы задерживаться будете, насколько... Посольство. Опять же, мы не знаем. Они скажут, визу вам сделаем. Скажут, доплатить мы доплатим. Поускоренно. Верните нам паспорт. Скажут, нельзя ли что-то. Я буду до конца биться, сколько надо им доплатить. Чтобы виза-то в Англии ждут нас больше всего. Там такие решения. Да, это, может быть, надо проплатить, и там быстрее все отбудут. Нет, все это сделаем. Сделаем, проплатим. Вчера вот... Ты вчера же не видел собрание-то? Видишь? Ну, там скрученные деньги-то подал. Посоль человек подошел. Ну, я к этим деньгам еще тысячу добавил, и туда в баночку ему и положили. Ну, главное-то что? Желание. Отец, духа, не мой. Там дом строят, и все поврежденное есть. Вот, иду дорогой, там обнимают. Обнимают, но нацелуют, а гляжу, в карман что-то сует. Вот. Народ-то какой. Ты прямо не скажешь. Сел обедать, а еще... Мы же не готовим. Витя пришел сейчас два дня. Один стучит еще. Зашел, рукой сунул. Жареная рыба. Другой подходит. Татьяна привезла манная каша. Я люблю. Железный термосток. Горящая. Я сижу, Витя. Да какой же народ? Да люди-то знать не знают где-то. Уже сели. Жена открыла дверь. Так, возьмете. И что? А эти называют блинами замотаны с творогом. Другие заходят. А вот у нас со слезуном, вы очень любите, с яичками, пирожки. И вот на столе. Маленько погодя, другой заходит. У вас что-нибудь есть с тобой? Я ему сгреб. Прошло маленькое время, это Игорь Третьевков приходит. А у нас свои блины опять заносят другие. Я говорю, истины нет. Только сиди да удивляйся, да Богу молись. Народ-то золото. Люди-то понятия не имеют. Почему? Потому что они все вместе, они с ними занимаются, они сами работают, они спешат помочь. А в церковь-то вышли. Вот она говорит, я долго смотрела, выходят какие-то люди, останавливаются из храма, из Покровского. Я к ним подойти не могла, я вижу, а я всегда одна, никто ни разу не подошел, я столько лет хожу. И вдруг к ней подошел Игорь, Игорь Третьевков, и пригласил его на занятие. Так, отошел, сейчас минутку. Витя пришел. У нас жизнь веселая, радостная. У меня одна есть, ко мне заходит. Может быть, с другой стороны. Да ладно, Витя. Каждый день. Мне не ладно, муж богатый. И сдурел. Пошел к чужой бабе. А я его знаю. Ну, просто мое мнение такое, что человек хороший. Сатана просто дал подножку. И вот он не знает чего. Теперь совсем к ней туда уже переезжает. А она теперь, я говорю, ты перейди в другой статус. Тебя бог переводит в это дело. Она уже как бы молиться начинает. Какая твоя молитва-то ты? Ты стонешь. Что она позвонила? Она ей та звонит. Он побыл твоим мужем. Теперь он моим будет. Если его нет, она звонит ей. Хватит тебе. Я тоже его хочу. Ой-ой-ой. Народ-то пошел какой. И она все время... А ко мне-то обращается. Почему? Потому что она помощь получает здесь. Я говорю, друг мой, ты все это забрось. Ты только молись. И вчера вдруг он заявляет, заявляется в дребезину пьяной, говорит, дребезину-то. Да куда он поедет такой, я говорю, не твое дело. Он поедет с деревом встречаться теперь после жены в обнимку. И там его Господь найдет. Ты даже виду не подавай. Ты выйди прилично, чтобы не засаленное. Потом сравнивать тебя будет с тем. И веселая, радостная. Поцелуй его и проходи, мой друг. И все на этом. И дальше не спрашивай его. Она у него в этой компании помогает. Он не просто в компании. И он номер один в государстве. Номер один. Это производитель. У него комбайны, трактора. Он растет. Все у него растет везде. И он кормит народ. Он тысячи людей кормит. Но у него и доход есть. Он мастер, замечательный. Но сатана подкусил. Ну, я ездил, встречался с ним. И он помогал. Как-то нужно было. Он сразу меня отстегнул. Сто тысяч на книжки. И каждый год он мне помогает чем-то. Для голубей там. Где можно привезти. Ну, вот такое дело. Я тебе на ушко потом скажу, как звать их. Чтоб помолился. Помолился. Потому что его мне жалко. А ее тем более. Она страдает. И тут и ребяти... Ты не гляди на него. Теперь войну сколько погибло-то. И все одни жены оставались с семью ребятишками. И выходили же. И на улице валялись-то. Соседки еще сказали. Кто тебе содействует, сосчувствует. Это враги твои. Отойдите, скажи. Он хороший. Меня жалеть не надо. Я сама виновата, что он стал таким. Где-то не обращала внимания. Где-то не молилась. А вообще... Не человек... Так он еще и предлагает, чтобы она не тосковала. А ты тоже себе мужика заведи. Вообще даже... Я слышу это и не верю. Но не верить нельзя, потому что это беспредел. Но еще не потерян он, живой. И каждый день надо молиться. Это испытание. Испытание. Я рассказываю про мою маму. Зашел напротив. Там... Тетка Мария. А где Тихон? Да ушел на колхозное собрание. Так он не на собрание ушел. Он говорит, к Аграфионе ушел. Грипа... Граппа зовут это. Ну, Аграфиона. А мать знала, что он в ней расположен. Мой отец Тихон. Мать подумала еще. Возьму палку, пойду и окна переколачиваю. А в деревне это... Она будет их застеклять бычинным пузырем только. Стекла не найти. А потом подумай, дура. Бабы смеяться будут. Да ничего не буду делать. Оденусь, пойду на собрание. Я ему расскажу, что там было на собрание. Пошла на собрание. Он на передней скамейке сидит. Говорит, как новый огурчик. Он нигде и не был. Я, говорит, побыла. Пошли вместе. А наутро встретила Кондина-то. Который смеялся, Семен. Говорит, ты что сделал-то? Да я же был, говорит, окна не поколотила. Аграфионе-то, тетка Мария. Так я посмеялся же. Вот и все. Все было. А умер отец по-христиански. Был дома. Были случаи, когда мать, говорит, я знала, что могла разместись. Ну, теперь уже на том свете все. Ну, что сцеплять это за это? Ни одна мусульманка не сцепляется. Она четвертая, у него и костюм висит. Я знаю, на четвертый день придет ко мне ночевать. Она говорит, я знаю это дело. Что главное, кормить 10 ребятишек. Что тебе надо-то еще? А наша мать, она умница была. Она на колени молится. И все. И мы ничего не знали, дети. И нигде вообще ничего не знали. А он, может быть, один раз где-то там был. Да и был ли? Вот пример. Говорю она только. Я говорю, ты, голубушка, не держи на сердце. Брось. Ты же любила его, когда ты любила. Были другие моменты. Ты сцепляйся за них. А главное, скажи так. Я никому не имею претензий. Не приватизируй его полностью. Оставь маленько другому. Видишь, он родился маленько не в той стране. Он мог родиться и в Тунисе. У него было бы закон их четыре. А разводить хоть каждый день. Лишь бы одновременно четыре не было. Один, говорит, справляет двухсотую свадьбу. Он как новую найдет. А из четырех выбирает, которые не то что-то. Он ее выщищает. Говорит, защитка идет все время. Мусульманская. Эта вера-то хорошая. У них женщина золото на себя все одевает. От того, что муж в любой момент может выгнать. А выгонять с условием, что есть над ней. А брать еще нельзя. Поэтому она вся в украшениях. Я знаю эту историю. Поэтому утешение одно. Во Христе, я говорю. Давай помолимся. Помолились. Она говорит, мне так легко стало. Так ты надейся. Тебе обязательно будут звонить. Да, звонят, жалеют. Отвергни, это враги. А кто тебя упрекает, ты сама виновата. Это друзья твои. Не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Ты сама виновата. Ты виновата, что он такой. У нас Игорь развелся. Я говорю, она-то такая мастерица. Тебе столько детей наносило. Такие девки красавицы. А ты не молился, утром бы разъедал такой пузырь. Ну и все. А ты молился бы. И она была бы другая. А сатана, он трудится рядом. Это самое сложное мытарство. Видишь, я сижу уже. Татьяна сейчас звонит. Там ничего не варите только. Я в обед приду. На дорогу пирожки. Уже звонят с утра. Народ золото. Почему? Слово Божие. Они очищены. Ну ты на собрании видел, а там даже занятия. На занятиях там одна возникала с ней, как разговор. Везде надо быть. Перед Богом радостным. Тебя Бог послал. Это опять же от Бога. Христос так и сказал, что между вами были разногласия, что выделялся, как говорится, мудрый среди вас. Это апостол Павел сказал, не должно быть. Это апостол Павел. Это разногласия в чем? То есть в мелочах, не в вере. Не в вере. Вера, дабы выявлены были искусные. То есть тому должно быть. Должно быть. То есть приходят. А не то, что они обязаны быть. Это Господь допускает. Слово должно еще надо разобрать. В смысле в том, что они не обязательно, что без них не спасись, без разногласий. Они должны быть. Вы должны быть, как и в нас должны быть те же существования, что во Христе Иисусе. Вот это должны обязательно. А то допущено, как всякая власть от Бога. Это, ну, везде надо настрой свой сначала к Евангелию-то подвести, а не Евангелие к себе подтягивать. Все, Писание буду ухновенно. Еще какой тебе разговор? Все. Павел, когда говорил, Писание-то кроме Ветхого не было. Господь говорит, исследуйте Писание. 5.39 Евангелия Тяна. Вообще ни одной строчки Евангелия ни одного не было. А что исследовать-то? Ветхий Завет, это благодать. А Новый Завет благодать на благодать. Это в первом главе Иоанна говорится. Надо смирить себя. Считай, блаженна Фефилакта. И он прямо говорит, они неразрывны, Ветхий и Новый Завет. Это все от Бога, от Духа Святого. Ну, надо понимать. А он отменил. Отменил, в смысле, возвысил, Златоуст говорит. Возвысил. А где? А вот теперь ты найди где. Шти Отца и Мать. Я говорю, ты штишь? Ну, да, да, это Ветхозаветнее же. А в Новом Завете... А теперь возвысил. Он сразу в тупик. Ну, как штишь? Я оказываю почесть отцу, я кормлю, пою. И все. А по Новому Завете ему ты не можешь ответить. Как штишь отца и мать? Там заботились только о плоти. И когда уходил я на фан, он знает, говорит, навсегда ухожу. Давыду говорил, только детей моих не оставь. Он заботился, чтобы дети были не на улице. И поэтому Меффилосфея он к себе приблизил. Косолапого-то, с обреженными ногами-то. Это означает, что ныне открывается другая сфера. У Аарона были на раменах имена 12 колен Израилевых. Поэтому 32 глава 32 стих исход и говорит, если ты их не помилуешь, меня изгладь из книги жизни. То есть имена записаны были на небесах. Ну да. И образы были. Образы не были, потому что сам образ был преисподний. А ныне Господь вывел, и теперь они Господом под жертвенником написано, видел души жертвенников. Их образы там. Ну и что? Правильно идут туда все. И поэтому мы сегодня заботу о человеке простираем и за гробом, молимся за умерших. Для сектантов это откровение. Интересно, я беседовал в одном собрании у баптистов. Собрание хорошее. Человек 450. И в конце пресс-фитер стал. Мы все готовы сегодня перейти в православие. Все согласны, братья и сестры? Да. Представь себе, ситуация какая. Я глазами видел, пусть кто-нибудь из миссионеров покажет такую ситуацию. Дальше. Это не все. И одна сидит впереди и ребенка качает. Я говорю, а вы любите его? Конечно. А если бы вы знали, что он сегодня умрет и будет не в раю, не вместе с вами, вы бы крестили его? Она встала, ребенка повернулась к ему собранию. Братья и сестры, я сегодня готова пойти и покрестить его. Баптистка. За один вечер. У меня запись даже была. Я тайно магнитофон. В ящике сумки, большая сумка, романтик 304 был. Вот и все. А почему? Да потому что на крещение было прообразовательное это обрезание. Там обрезали мужеский пол, а здесь нет и мужеско-ниженского. Вот почему. А ребенок еще не понимает. Израильский ребенок не умный был тоже. Восьмой день обрезали, никто не спрашивал. А подходили ножом и резали. Резали. Не гладили, а вы ладошкой по голове гладите. Надо утопить в воде или в крови. Ну? Ну? Да что ну? Завет с Богом. То он не в завете с Богом. Он в корабль не входит. Вы сами зашли в корабль, а ребенок не зашел. Так я сегодня крестить его буду. Молодец. Завтра покрестишь. Я выезжаю сегодня. Баптисты. Так это Бог открывает. Бог открывает. Это не то, что я убедительно могу говорить места Писания. Так откуда у вас в православии этот пиетет в Писании, как Андрей Куреев обо мне говорит. Такая несравненная, невиданная любовь к священному Писанию. Так я от сектантов получил. Я не от православных это получил. Но к этому склонность у меня была до Библии. От сектантов я получил только Библию. Больше ничего. Я не пиесиатник, не разговаривал, ничего. Но меня уговорить не надо было. Дали Евангелие. Я тут же сразу обратился и на колени. Они дали мне возможность помолиться. Сказали молись своими словами. А я говорю, я никогда не молюсь. Я Богородицу считаю достойно. Какую просьбу-то? Вот и сообрази тут. Я понял, просьба одна у меня. Я не верю в то, что написано в Библии. Дай мне эту веру. И Бог сразу дал и по сегодняшний день. И вот какие эти были люди, Михаила, Анна, Иеремеева. И я у Бога попросил, Господи, дай мне вот такую жизнь, какую у них. Кто бы ни приехал, все гости к ним валятся. И Бог дал мне. У меня двери открыты. Я ключ спрятал. Дверь день-ночь была открыта. Проходной двор. Бомжи приходили, ночевали. Вообще вообразить нельзя. С вокзала. А теперь встречаю нормальные люди, а мы к вам приходили ночевать. Было негде. Да я и не знаю. Я сам где попал, ночевал. Вот вообще биографии моих нельзя составить. Дурак дураком говорит. Пугало огородное. А Бог ведет и дает внутреннюю радость. В то время, я вот так представляю, какую скорбь вынесли-то. Тогда же одни же безбожники. Среди безбожников как жить-то было? Приехали адвентисты. У дворца спортов дворец зрелищ. Там большой дворец. Там, видимо, каток делают летом. Вот. И один подошел, бородой так приятно одет. А вы меня не знаете. Не видел, где на кяжа бомж. Приходил к вам в квартиру ночевать. Я говорю, я и не помню. Библию нам считали. Да я и не помню ничего. Забывая заднее, Павел говорит, простираясь вперед. Мое поприще вся вселенная. Я на деле это показываю. Если это нынче мы проедем, это будет непревзойденное. И никогда это не повторить никому. И не было этого. Павел дошел до Испании и кое-как вернулся назад. А мы-то на крыльях летим. У Павла осел был, а у меня газель. Газель. Животное. Маленько, посмотри, сколько тут юмора. Так вы еще больше апостола Павла? Конечно, больше. Даже спрашиваете. Да как так? Я больше Ньютона. Что вы говорите? Да что Ньютон-то знает, открывал закон, шестиклассник знает. И что удивляет? Шестиклассник знает в интернет, знаете, он понятия не имел. Ну да. По-моему, у Иоанна есть сопоставление с газелью, что-то о газеле есть, по-моему. Да, есть. Так вот, здесь, так как же тогда, тут поняли, что шестиклассник знает больше Исаака Ньютона, тогдашнего, сегодняшнего. А как дальше Павла? Ну, Павел-то знал, говорит, а сам не знаю, и не видел, и глаз не... А теперь-то уже и видели, и все описывают, и все говорено было. Павлова мы знаем, но мы знаем, где Павел подробностей не дал. Мы каноны знаем, которые разъясняют, и толкование на Него, которое он уже сам не знал. Нам это открыто. Почему? Да 2000 лет прошло. Дух-то святой трудился. А Павлу? Павлу открыто было, он говорит, и мы, оставшиеся в живых до пришествия Господня. Павел-то серьезно думал, что при нем Христос явится во второй раз. А 2000-то лет нахлобучило на нас. Павлу это и неведомо было. Понял, что мы больше знаем. Ну да, но при условии, что если мы все, что он сказал, правильно понимаем. Я когда это говорю людям, они говорят, ну за кого вы себя считаете? За кого? Ни за кого я не считаю. Я просто разумно смотрю на это дело. И вот прям хватается за каждого. Я вот эти, которые заходил один, как у нас день деревни-то справляли-то. А патриарши, это где-то там, где Сергий Дудин, на Томской епархии это объяснуется. А прищищались не все. Ну а тебе-то какое дело? Прищищались? Нет, это ересь. Ну тут уже шесть священников патриархиных. У него ничего нет, у него вообще ничего нет. Это объяснование. Ему надо привязаться, а ничего нет. Поминает патриарха Кирилла сегодняшнего Сергия Евангельника. Он согласен, но увидел в конце не все прищищаются. Неправильно. Я говорю, ты часто прищищаешься. Я не стал отвечать, думаю, ты чаще прищищаешься, а потому и беснуешься. Я на собрании объяснил на занятиях. У нас принято четыре раза в году. Это оптимальное и самое нормальное. Потому что то и другое во вред идет. И редко, и часто. Это практикой показано. Но мнение святых отцов одинаково там и здесь. Одинаково понимают. Еще тут спорят. Ты так избрал, но прищищайся каждый день. Другой считает достаточно мне один раз в году. Это твоя душа. Прямо злобится. Вот что не так там с богослужением у нас. Прямо злобой такой говорит. И обзывает всякое. Я ему отвечать еще не могу. Я боюсь его. Боюсь. А скорпион заполз в сапог ко мне. Вот так. Видишь, тебе прощипало глаза, а теперь прощипает и уши. Пока говорим-то. Ты не будешь тысячелетнего царства ждать. Ты в нем живи. Царствуй. Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие что? Не пищи и питье. Радость. Мир. Праведность. Радость во Святом Духе. Христос сказал это. Вот три условия. Име их сегодня. Праведность во Христе. Радость во Христе. Все во Святом Духе. Все во Святом Духе. И главное научиться благодарить. Мне сейчас благодарить непросто, потому что закрыто. Что за этим? Я благодарю и благодарю. Господи. Я просил воля Твоя. Какие-то могут быть встречи. Какая-то смертельная опасность. Это он знает. Он любящий. Так дает. Нам сочувствовать. Ну как же это так? Да как же столько-то всего? А они уже ждали продолжения второй серии. Это боевика. И вдруг говорят, что они еще не написали. Как вот Сибирочка. Есть такой фильм. Многосерийный. И последних серий не было. А потом они их изменили. Предыдущие две серии. Это один такой писал. Раньше было. Про советского разведчика. Он как Шерлок Холм. Везде. Ну сколько не бейся. Он показал, что он погибает. Так на него в редакцию посыпались там. Что? Как мы привыкли. Наш патриотизм. Он говорит. Я по неволе стал тогда говорить. Но его подобрали. Оказалось, что он живой. И дальше начались новые серии. Ну народ этим живет. А они вот. Вот если я еду. И я там побеждаю. И передо мной все склоняются. Тогда еще это пойдет. А то, что я теперь на коленках и на мне едут. Они не согласны. А Давид говорит. И орали, оратые плугом. Пахали. Пахали. Это означает. Творили насилие. Мужеложники. Смысл-то. Борозды. Длинные борозды проводили. Это Давид говорит. Толкование-то. Одно за нары. Считай. Они меня насиловали. И он об этом говорит. О ком говорит? О тех, которые взяли в плен. Длинные борозды проводили. Считал же? Я не думал. Я читал. Но я не думал об этом. Ну эти слова слышал? Ну да. Ну вот. Распахивали. Пахали. На чужой кобыле. Ну вот я когда просчитал. Ну все. А вот говорит. Когда пошел этот Елиазар. Там Елиазар. Елиазар. И Авраам говорит. Положи руку под стегно. Поклянись мне. И вот мне звонят. А что такое под стегно? Ну стегно в пояснице. А при чем тут? Он уходил. Он лежит. Он ему руку под стегно. Это означает подмошонку. Вместилище спермы. Подкуда идет происхождение? То есть поклянись мне потомством моим. Я тебе подробно говорю. Не думай, что я говорю глупости. Да как там? Да так. Ты евреев спроси. Ну где пояснице? Пояснице. Что выше ее находится? Ну а так-то неудобно руками-то прикасаться-то. Энергетика пройдет через кребет куда надо. Согласились тогда. Ты смотри и обращайся к первой истоку. И там это вот тебе и под стегно. Отец у нас говорил, что что-то в непогоде стегно ломит так. Помнишь? Стегно. А вы еще... Ну я думал, что-то простеженное. Простеженное. Ну да. Корсет тебе дали. Там Авраам тебе простежилы дал. Ну? Прощипало? Я уйду, ты про глаза забыл. Ладно, брат. Ладно, Енатель, я думаю, мы еще свяжемся. Мы же уезжайте. Когда? Завтра утром рано еще можно связаться. Утром в 6 часов мы должны быть уже за пределами нашей территории. Ну а теперь это все зависит только от Николая, как он подъехать. Он должен поехать на машине, оставить, а жена потом угонит машину. Снять бы ролик, как выезжаете. Витя, заказ поступил первый. Снять, как мы выезжаем, как выходим, как садимся. Так что заряжай все. Да все заряжено. Все слышишь? Ну подойди, покажись сюда со мной. Присядь рядом-то. Пусть он на тебя посмотрит. Здравствуйте, брат. Вот, это наш режиссер. Витя. Ну а как получилось? Сначала сказали, что не едет, а теперь едет. Ну-ка давай, объясняй. Ну дело в том, что мы учителя тоже учимся, как и дети наши. На дистанционных курсах. А курсы до 30 сентября. Ну так. В мае или сентября? Сентября. И Господь так сделал, что я раньше все сдал, все контрольные. Там мне помогала Елена Анатольевна, коллега моя. Ну барабаша Игоря Старост и жена. Да. Благослови ее, Господи. Много помогала. И я ей отдал все, все сделал. И она теперь завеет у директора и отправит в Москву. Все, а я свободный. Мы едем со свободным человеком, а? Это брат мой. Он пришел на занятия, как обратился. Это важно, чтобы поездки уже такие бывалые люди-то. А я еще тогда переживать начал. Как же сейчас нового человека брать все равно сложности будут. А так-то удобнее, конечно. Дело в том, что никого нельзя. Потому что в Англии везде только ты, когда второй раз за рубежом. А у нас никого таких нет в общем, только мы. Мультивиза первый раз не дается, второй раз только, да. Многоразовая виза. Они проверяют, что мы никуда не сбежали. Ну и правильное рассуждение-то все о них. Я их не осуждаю. У них опыт. Но мы как раз трое. Главное, Николай был. Николай, пояснись, он приехал в больницу и лежал. И никак нету. Я тогда думаю, что же я делал? А молюсь о Николае. А в то время, бас, Николай согласен. Витя с дистанции сошел. А я, Витя, ты не молился. Я теперь их в паре. Теперь все время только. А уж когда дойдем мы до точки. От Атлантики мы вернуться уже должны. А потом мы к Баренцеву морю поедем. Мурманск. Мы должны дойти до самой последней точки. Туда уже возврата не будет. А что у меня будет неполно, если на 15-й год. Это уже ближе Москвы. Здесь. Там вышедя еще ваши. Видишь, Бог положил на сердце. Один говорит у нас, священнослужитель. А и книги никто Игнатия не берет. Никому не нужны. Поэтому он так отдает. Я говорю, теперь запиши это и поставь пищать. Никто не берет. Я на этом не остановился. Никому не нужны. Но я-то знаю их нужность. И поэтому я сам добровольно везу их в концы света. Так это что, мне в похвалу или не в похвалу? Библию не берут. Сектанты из-за рубежа привезли. Целые контейнеры на стадионах раздавали в начале перестройки. Так это они все не честим. Так они многие Библии находили в отвалах, брошенные в кюветах. Но все равно что-то дошло. Это бумага. Многое пришло. Я вот только, сколько мы знакомы, больше полгода. Вот только через меня пару десятков людей прошли насчет книг. Как не берут. Спрашивают, где купить и где послушать, где посчитать. Людей много интересуется. Ну вот то, что главное, никто не берет. Ну, в первую очередь, это не соответствует действительности. Книги нигде в магазине не продаются, ни в одном магазине. Про них никто и не знает. У меня только сегодня утром поступило два заказа на книги. Только два. И оба я сказал до октября, потому что уже не успеваю. Только сегодня за одно утро. Никому они не нужны. Это тебе они не нужны. Потому что ты пить любишь. И с безбожниками валандишься. Я тебя знаю. Вот и все. А священнослужитель. А если не нужны, и я сам везу. И люди теперь берут и переменяются жизнь. Это что-то стоит. Я не остановился. Люди не знают Христа. Не могут зайти на небо. Сын Божий сошел тогда. Он идет к ним. Идет в домы, в трущобы, везде. И везут свое. Это не означает, что я их не люблю. Наоборот. Я ценю свои книги. Но я их даром отдаю. Внутри меня Бог поселил особая радость. Я вот отдаю. Она дольше до того мне радостна. Я не могу выразить. Вот приняли, расписались, приняли. Я отхожу и улыбаюсь. Я 38 детишек оставил там. Приходите, радуйтесь. А меня теперь пишут. А мы ваши книги теперь поставили при самом входе в библиотеку, чтобы видно было сразу. А они там Ленина стояли. Куда они его дели, не знаю сейчас. Мы их потесним маленько. Это Маргарет Тэтчер. Как-то ей зашли, там и показывали, где она в дворце-то там есть. И там разные там Вильсоны, все эти премьер-министры доходят до лестницы спускаться вниз. А советские говорят, да-ка тут дальше места нет. Она говорит, а я их всех туда вниз потесню. Так и получилось. Железная леди. Так и здесь. Мне один священник пишет, знаешь, я все, говорит, книги унес, говорит, на чердак. На чердак перенес там. Прислоил в библиотеку. Оставил златоуст, на который вы ссылаете, если ваши книги поставил. И когда священники заходят, а что это за книги, откуда? Вот и проповедь. А другой еще лучше сделал. Но так никто не делал. Он выписал все вопросы. А в то время у меня вышло только 4 тома. 4, а не 38. И тогда было где-то уже больше тысячи-полторы вопросов я ответил. И все вопросы выписаны до потолка. Вот крупно. И какой том? А ничего книг-то нет. А книги у него лежат под прилавком, где торгуют с вещами. А отдельную комнату ряда вывел. И кто считает, этот вопрос он тот том дает. В другой комнате занимаются. Тут же прямо при храме. Вот как делает Господь. Книги никому не нужны. А ты в интернете посмотри, сколько людей через книги нашли истинный путь. Это развертка. Потому что вы найдете один вопрос. А этот священник у меня был, интересно. А я так из мешка вопросы вытряхнул. Там две с половиной тысячи вопросов. И он сидит в это время на фонаре, тогда и романах был он еще. Печатает быстро. А я меня не трогаю. Я сзади хожу, только вопрос задан. Я на него отвечаю, и меня здесь нет. А этот священник с ногами разут и залез на койку среди этих бумаг. И выбирает, какие вопросы ему интересные. И мне подает. Вот выбрал 10 вопросов. Когда я закончил, он говорит, я ни на один правильно не ответил. Я, говорит, я знал ответ, и люди бы мне это задали. Я совершенно не туда вел, говорит. Ой-ой-ой, да-то сколько же надо знать-то. А я ему ссылаюсь. Каноны. Жития святых. Это немного. 1173 биографии. А ссылаться на святых отцов, это еще 300 томов. Томов. Я их все сам не считал. Но главное я знаю. И надо все это совместить в ответе на священное писание. Или на жизненный вопрос. Да ты жизненный-то подведи сначала к Библии. Одна вот. Я православная. Нет. Ну да, она. Кто она-то? А баптистка ее сестра. А православная потеряла квартиру. И баптистка сестра ее пустила к себе на квартиру. Вот как дело обстоит. Ну а православная пришла, и она и комнату отдала. Все, деньги не берет. Ну я говорю, все расставила. Ну, конечно, икону сразу поставила. А баптистка зашла. А иконы-то, эти идолы-то зачем? Можно говорить, что ты будешь жить без идолов. Да какие-то идолы иконы. Идолы, там написано, изделия рук человеческих. А к ней же приходят баптисты. Какого будет она? И она пришла на занятия и спрашивает, что мне теперь делать? Зима, уходить на квартиру. Я без икон не могу. Я говорю, ну без икон не можешь? Возьми с иконы и живи на сугробе снега. Она же тебя не... Она тебя пускала. Значит, ты до нужной, до кондиции не дошла. Стой на своем до конца. И с иконами будешь на улице. Второй вариант такой. Положи, чтобы ее не видно было. Как рахиль, спресс под седлом. Своих идолов-то я говорю. И дальше у тебя... Она баптистка, она хозяйка. Она условия не нарушила. Да ты, благодари Бога, какая у тебя сестра-то хорошая. Она не порубила без тебя их, не сожгла твоих идолов-то. Ой, так убрать не надо. Ну, конечно, убери. А молиться как? Идол-поклонница пришла на занятия. Ну, прикрой их материей, вуалю какую-нибудь. Ну, прежде чем молиться, открой, посмотри тогда, молись. Довели до нужной кондиции. У вас и молиться некуда. Ко мне старобрядец один, не ко мне, а к сестре моей. Зашел, она белила в комнату, икону убрала. А у вас молиться некому. Она говорит, а тут уже икону притащила. Это не каньянская икона, ему надо только бронзу. Я скорее бронзу его принесла, там ничего не разберешь. Тогда три поклона сделал. Чтобы не оскверниться. Главное, ни с кем не молиться. Чтобы была ременная лесовка и умел всех подряд судить. Все, на этом спасение. Библию не считать. Ты, ретик, переходи к нам. Вот вся проповедь у них устаробрядца. Но он тоже человек, и он хороший человек. К ним приезжают, и говорят, так он их всех бабок развезет. Развезет. Он как-то узнал у меня про симфонию на шите святых, так он брал у меня пачками. Это он меня сделал, обескровил по этой книге-то. А там ничего такого-то нет? А политичная книга-то. И надо везде увидеть, как тебя Господь любит и гладит, подкладывает к тебе. А у меня везде они, и баптисты, и все находят. Баптисты из Америки пишут. Игнатий, он их в пух и прах баптистов разносит. Нас, а его все уважают здесь. Почему? Баптисты. И кто говорил про ГГБ? Когда у меня стол вскрыли, где машинка-то там, а там, собственно, КГБ, комарилья гнусных безбожников. Вы опоздали. Подполковник сидит. Игнатий Тихонович, ну это вы зря. Я говорю, да я сам вижу, что это зря. Ой. А они выступают в епархии, говорят, а мы его уважаем на меня. Почему? А он искренне говорит, камень за пазухой не держат. Ну вот и все. КГБ похвалили. А я их по их ведомству несколько раз проходил. Натища, вот этот Александр, вот, он пятидесятник или баптист, вот, который проповедует, плачет, который. Проповедует, плачет. Какой? Ну вот в Америке там есть у них дом хлеба у них передачи. А баптист, который... А, я его не вижу, он у меня в друзьях-то не состоит, я не знаю. Да нет, он не в друзьях, а. Он на языках заговорил. Ну, это, если говорить, то это пятидесятник. У баптистов этого нету, нету. У баптистов не говорят совсем. Баптисты самые правильные. Баптисты это православные, кроме рукоположения. Лишь бы иконы там Божьей Матерь не хулили. Люди как этого не поймут. А баптисты это люди самые правильные, чистые. И собрания они все сделали по-первоапостольски. И любят друг друга, и никакого валяния нет. И хорошее песнопение там про Ханова поют везде составленное. Талантливые люди. Во всех отношениях хорошее. Но нет рукоположения. А нигде нет рукоположения, это не церковь. Они никак не могут понять, да как же так, что мы не спасемся. Да спасает Бог, не Игнатий. Но я вам должен по Писанию сказать. Где нету епископата, от апостолов, хератонии, не церковь это. Ну, православно не так. Ну, идите католикам, григорианам, армянам, коптам, сиристам. Ну, выберите, что, все плохие. Ну, умолите, чтобы трех ваших старших пресвятеров рукоположили, епископа, они всех рукоположат. Никого не менять. Вам не надо одежду носить. Обойдетесь без всего. Ну, я очень хочу, чтобы Борона не брили. Ну, если никак нельзя по-другому-то. Но нигде не улюблено. Они понимают, они понимают, что рукоположение не так, как мы. У них совершенно не так понятно. Они понимают, что первый, не имеющий ничего рукоположилого, рукоположение действительно Жона Смита. Без всякого прикословия, Павел говорит, меньше и благословляется большим. Епископ может благословлять, рукополагать. Но священник и епископы не рукополагает. Они это не понимают. Это самая большая дыра у них. В мозгах и в жизни. Они понимают так. Если человек вот такой, как говорится, в мире утвержденный, они уже считают, что он уже рукоположенный. Нет, они так не считают. Мы были у Баптиста в Новосибирске. Они кого-то рукополагают. Свои пресвятера. Старший пресвятер приехал. Но у них сакральности никакой в этом нет. И они его рукополагают. Хороший брат. Все его выбрали. А в это время у них приехали какие-то журналисты из Финляндии. И они когда рукополагают тащали, а журналисты-то эти сидят здесь. И они им машут. Ну идите сюда, вы тоже руки положите. То есть им разницы нет кто. Так нам это интересно было. И журналисты обыкновенные. Ну никто. А вот у нас теперь епископы. Раньше они не называли старший пресвятер. Откуда он? Ну а его руку положили. Ну а первый-то откуда? Врата не одолеют церковь. А вы все пришли-то в 17 веке. Что снова Христос церковь образовывал-то? Но которые смиренно принимают, они сразу делаются православными. Меня спрашивают, а вы хотите, чтобы они православными были? Не хочу. Они делаются хуже. Меня ошахнут. Как так? Да так, они делают их трусливыми. Ломанными. Он теперь все места... Он освебивший баптист. Он меня теперь ловит назвать меня юритьяком. Вы сами свидетели. Почему? Ему надо все время показать, что он супер православный. И по мощам он там по всему. Он теперь самый-самый-самый. А я для него никто. И он меня о мощах приводит одно место. А я молчу. И он приводит место. А я поэтому даю еще больше ему. Меня снова вызывает. Отходим. Выключай меня. Все, с Богом. С Богом. Все, выключай. С Богом.